Привет, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и сегодня очередное видео от Академии Счастья по улучшению качества жизни. Сегодня мы поговорим о такой теме, как религия. Что это представляет собой, каково истинное значение слова религия, и по сути, как можно использовать религию для улучшения качества жизни. Начну с того, что истинное определение слова религия – это воссоединение. То есть воссоединение с чем, или кого с чем, с кем. Воссоединение с самим собой в состоянии, которое мы называем Богом. То есть в состоянии всемогущества, всеосознанности, всеопределенности. В состоянии, ну то есть его можно описывать различными словами, но по сути, это состояние, которое изначальное состояние. И вот цель религии – это как раз возвращение в изначальное состояние. И что самое важное, возвращение в это изначальное состояние, оно не является каким-либо уж очень сложным или каким-то необычным. Это, по сути, естественное действие. Когда игра заканчивается, то все возвращается в изначальное состояние, то есть в состояние, которое было до игр. Но сейчас, ввиду того, что было введено очень много лжи, и ввиду того, что были использованы методики, которые, ну по сути, переведение духовных существ в состояние такое ошеломления, то сейчас связь вот с этим божественным состоянием, она разрушена. И у людей, как, может быть, многие заметили, отсутствует совесть. То есть совесть – это канал с божественным состоянием. Канал, который, по сути, у каждого человека издавна был. И если этот канал восстановить, то тогда, по сути, будет постоянная связь с Богом. И эта связь, она будет давать возможность человеку получать знания или ведание, как говорили ранее. То есть ведание – это, по сути, изначальное, как бы, вот этот источник, это соединенность с источником и получение знания напрямую из состояния источника. Наверное, действительно, более правильно назвать это состоянием источника, как называют его во многих духовных течениях. Божественное состояние не всегда воспринимается и понимается людьми правильно, потому что существует огромное количество искажений, которые называются религиями, но не ведут человека к этому изначальному состоянию. Используются различные ложные данные, посредники. А зачастую это просто все делается, ну, скажем так, теми силами, которые хотят держать людей в рабстве, чтобы увести куда-то, ну, скажем так, внимание и наполнить ложными данными, чтобы люди не приходили к осознанности, не приходили в это изначальное состояние источника. Ну, опять же таки, всегда, если есть ложь, то это манипулирование, то есть скрытое управление. И всегда важно понять, кому это выгодно. Кому выгодно, чтобы люди были рабами, чтобы они работали, чтобы добыть себе еду, и это считалось правильным. Кому выгодно то, чтобы люди хотели идти на работу, по сути, сдавали себя в рабство за мизерную какую-то, не знаю, как это сказать, зарплату, поощрение. То есть, по сути, ложные данные, они наполняют все пространство. И зачастую даже люди считают ложь правильной. Правильной почему? Чтобы сохранять такой вот паритет, статус-кво, типа, чтобы не было изменений, чтобы что-то сохранялось существующим. И моя цель, моя цель как духовного существа, это помогать другим духовным существам в освобождении, в том, чтобы не было ложных данных, а в том, чтобы каждый мог познать себя, познать мир, познать Вселенную и достичь состояния источника, достичь состояния радости, достичь состояния покоя, достичь вот этого изначального состояния. Поэтому, друзья, я, по сути, приглашаю вас к тому, чтобы вернуться в изначальное состояние, в изначальное состояние покоя, радости, счастья. Вы всегда можете задать мне вопрос под этим видео или написав личное сообщение. А если вы получили нечто ценное, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям, близким. Ведь от этого зависит, насколько мы сможем действительно сейчас изменить жизнь, изменить ее к тому, чтобы каждый мог достичь духовного вот этого изначального состояния спокойствия, радости и счастья. Хорошо, друзья, на сегодня все. Увидимся скоро в следующем видео. До встречи. Продолжение следует...